не воруй как вот я где-то слышал не знаю а хочешь быть бедным воруй говорит и не отдавай долги такое там кто-то старыми человек абсолютно правильно это правильно сказано не надо воровать это абсолютно не нужно потому что тот кто не уже может получить все что нужно а как индивидуумы что-либо получают если мы почитаем царя соломона его произведение экклезиаст к примеру то там написано не быстро нам достается бег и не блучь понимаете там все очень интересно сказано на все есть воля творца поэтому мы с вами наблюдаем странное явление вроде как здесь деньги даются кому-то каким-то каким-то дебилом с одной стороны да для чего же по мнению некоторых но некоторые говорят сколько раз смотрят на другого говорит дебил говорит но почему говорит боженька ему дают дебилу деньги а мне такому хорошему прекрасному умному я учился на пятерке в школе окончил с красным дипломом институт а сосуд песю пухлые обезьяны а вот этот говнюк сосед который двоечник никудышник да замуфрышка там какой-то в детстве был почему ему боженька эти миллионы дал что за ерунда такая как несправедливость фантастическая если мы внимательно своим посмотрим это не справедливших ума потому что людям импринтировали некую зависимость ложную относительно того что если он будет много трудиться то он что-то добьется и получит и будет жить в шоколаде мы с вами наблюдаем картину прямо обратно и это по моему очевидно даже тамбовским ежам уже что от работы кони дохл и тот кто вспахивает с утра до вечера вот те счастливыми не бывают даже если у них случаются какие-то деньги счастливыми бывают те кто творить и не только ради себя у них всего хватает им всего достаточно потому что они ценят то что имеют а тот кто не ценит то что имеет он всегда будет страдать и мироздание или боженька будет все временем веслом и жопа станет абсолютно плоской вот а если это помогать не будет то боженька берет божественное полено и начинает бить по голове вот как с берлиозом да это уже последняя стадия то есть если вот берлиу человек совсем индивидуум заберли возничал да про его под трамвай а хруст и пополам и в следующую инкарнацию а вот нашей жизни просто сказать в чем смысл жизни тогда то есть переход совершить на следующий уровень или как смотрите смысл жизни заключается в самой жизни этот вопрос который с давних времен человечество задает себе практически каждый задает себе вопрос рано или поздно в чем же смысл и на самом деле это можно объяснить следующим образом представьте себе что вы спите и не видите сна вы существуете но вы понятия не имеете о своем существовании однако существование имеется второй вариант вы спите и видите сон которым происходят определенные действия вы знаете о своем существовании и сон смотрит бог из которого состоит абсолютно все поэтому смысл существования вселенной и содержимого то есть всего из чего эта вселенная состоит заключается в самом существовании в осознавании творцом своего существования через все проявленное если мы с вами будем рассматривать частности то есть в индивидуальном порядке от индивидуального ума размышлять относительно того ну зачем а мы живем тогда то что вы сказали можно принять за скажем так временную временные цели временными целями можно назвать определенное духовное развитие индивидуальности для того чтобы индивидуальность смогла обрести необходимые качества для исполнения более сложных задач и не только в человеческих телах но только в человеческой формации потому что опытные менеджеры нужны боженьки не меньше чем газпрому да сейчас с кадрами тяжеловато могу сказать а вот вопрос если вот допустим я захочу это ну поехать таиланд отдыхать а можно там это как бы созвониться и ну как бы подъехать может встретиться там си куба пить сложности с этим нету вы у юлечки можете спросить пожалуйста приезжайте посидим попьем чинку даст такую возможность я это с радостью это ну как бы все верно я очень хочу приехать в таиланд всем говорю поехали в таиланд будем жить в таиланде не это чуть больная совсем важно я просто хотела спросить вот я всем говорю что никогда не загадывай ничего что должно произойти и никогда не говори что ненавижу там или я не люблю я говорю ты для чего сюда приходишь ты должен принять такой какой есть человек вот я вас сколько лет уже слушаю и уже себя совершенно изменила свое мнение к жизни и понятия своему ребенку говорю ты не мне врешь ты врешь богу самому себе вот с ваших слов просто очень приятно пообщаться конечно и просто некоторые моменты такие одна женщина просто вот говорила что ой мне надоели эти коровы я их уже терпеть не могу я говорю ты так не говоришь что-то может случиться через неделю у нее сын смотрел за коровами и хотел большую ферму сделать она не хотела и сына убила током и потом ей пришлось коров продать я говорю ну что ты избавилась от коров но ты и потеряла сына поэтому неизвестно да пути творца неисповедимы как говорится но все что происходит происходит для того чтобы у нас случилось понимание дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний неизлечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание я не знаю просто или я уже на меня просто смотрят как будто я ненормальная то что я говорю всегда каждое утро благодаря бога что ты проснулся сегодняшний день у тебя начался моешь посуду или куда-то идешь всегда благодаря и все будет у тебя хорошо а если ты будешь постоянно негативным и притягивать к себе этот негатив то у тебя всегда негативно и будет вы правильно все сказали за исключением того что не будет хорошо а уже хорошо а уже хорошо ну да тоже понятно вот а у тех кто размышляет да у тех как бы кто размышляет о том что будет хорошо или будет плохо у тех все уже плохо сейчас потому что размышления о том, что сейчас не очень зашибись. Еще я что хотела сказать. Вы знаете, вот за диасульфат, когда разговаривали, диасульфат, я один раз с вами разговаривала, я вот коробку вот этот килограмм прислала в чат. Я его покупала тогда за 40 лир. Я живу в Турции сама. За 40 лир турецких. Потом он стал, значит, 60 лир. А потом, когда я уже фотографию выслала, уже 400 стало. И вот сейчас недавно пошла, спросила, в аптеке уже нету его, потому что все стали покупать, уже 400 стало. Я говорю, так же 400. Ничего себе! Да, потому что все стали, кто в Турцию приезжает, стали покупать его, но он действительно эффективный и очень. У меня вот были папилломы, одна только осталась большая. Я когда этот диасульфат пропила, у меня папилломы все отвалились. Значит, я вам объясню. Дело в том, что как только мы очищаем слухи, есть несколько. Один путь очистки, это путь очистки от соединения металлов, а второй путь очистки, это освобождение от фенолов формальдегида. И последняя, завершающая стадия, и у меня об этом будет передача, в ближайшее время я везу с собой коробочку со всем необходимым, это очищение организма после первых двух стадий, это очищение организма от грибков и паразитарных инвазий, которые на самом деле есть у каждого. Вот после этого уже иммунная система человека выходит на тот уровень, когда способна спокойно справляться практически со всеми угрозами. Ой, как хорошо. А вы мне скажите, я вот в Турции живу, в Турцию посылку можно получить? Я просто как-то не спрашивала. Ну, стало, в Турцию можно, в Казахстан открыли направление, Типр открыли направление, и даже на Украину теперь из Таиланда тоже, пожалуйста, почтовые отправления идут. Потихоньку они открыли все направления, раньше были закрыты. Сейчас проще стало. А какая оплата идет? Как оплачивать? А это вы у Юлечки спросите, я просто финансами не занимаюсь вообще. у Юли спросить надо. Еще я что хотела спросить, у меня с зубами проблемы, не с зубами, у меня поднялись десна, и открылись корни зубов, что мне делать? Значит, смотрите, у вас есть мой ***? Вы не были на консультации? Нет, я не была на консультации. Напишите, Юля, сегодня суббота, и у меня будет возможность вам ответить, просто мне сложно на память сейчас, там большое назначение, комплекс такой есть, при парадонтозе, парадонтите, гингивите, стоматите. Соответственно, то, что вы описываете, это скорее всего уже стадия парадонтоза. Да, и у меня вот в один день, я просто сидела несколько, полгода назад, у меня открылись слюны железы, начала поступать слюны больше в организм. Почему? Вот я ищу, еще по интернету, никак не могу ничего найти, решила позвонить, у вас узнать, может, можно заказать лекарство какое-то. И за это... Давайте сделаем так, вы можете записаться на консультацию, даже анкетную или такую, или по субботам бывает, я разговариваю, или можете зайти в чат Телеграм, я там безоплатно вообще отвечаю, поэтому можете там все изложить в общем чате, я прям вам сделаю назначение там. Если никаких отягчающих у вас диагнозов нету, серьезных таких, да, заболеваний, то я сошел, вот исходя из того, что вы описали, это несложно, просто там много писать надо, а наизусть я не помню уже название, мне надо будет взять и скопировать и вставить. Я просто хочу сказать то, что я ходила, сдавала все анализы, конечно, я по докторам не хожу и лекарств у нас дома нет, как бы стараюсь придерживаться таких лекарств, но дело в том, что когда я все анализы сдала, у меня ничего не обнаружили, я вышла на улицу, подняла кверху голову, стала плакать и радоваться и благодарить Бога за то, что у меня ничего не нашли, как бы с кровью нормально, ничего нет, вот единственное, только десна поднялись, открылись, они не болят, я сейчас полоскаю жидкостью там и чищу зубы, значит, гвоздика и этот черный тмин перемолола в кофемолке, вот стараюсь чистить зубы этим как-то более-менее легче, но все равно его надо вылечить, потому что оно очень сильно уже открылось, поднялось все. Задача решается следующим образом, в основном, в 99% случаев человек заболевает из-за того, что его организм заразон, заразон чем? С химическими соединениями, изменяющими его электрический баланс. Вот о чем идет речь, то есть организм необходимо сначала вычистить полностью после этого он естественным образом восстанавливается. Но современная медицина не может просто это рассказать, потому что тогда вся та система порабощения через современные химические препараты, которые выстроены, разрушится, как карточный долг. Организму человека нужно не мешать восстанавливаться, поэтому не надо в него накладывать всяк везде. Это пищевые добавки, они вовсе не безопасны, как нас уверяют. Да, мы вообще стараемся с маркетов ничего не покупать, дома нету ни колы, ни фанты, такого и сладкого мы много не едим. Я стараюсь своего ребенка тоже переубедить. И ребенок мой себя чувствует хорошо, ему 12 лет исполнилось вчера, я ему тоже по 5 миллилитров даю тебе сульфата и тоже он себя хорошо чувствует. Все сейчас, кто сделали себе укольчики хорошие, все гриппуют, все болеют. Не дай бог, не желаю никому ничего плохого. Дело в том, что есть официальное видео одного очень интересного ученого, это Израильский институт, который еще в 2010 году сделал презентацию. На этой презентации они очень четко, ясно и понятно сообществу относительно того, что они изобрели. они изобрели нанороботов, которые очень маленькие и которые внутри себя как контейнера могут содержать любые вещества, которые могут быть освобождены внутри организма, то есть эти нанороботы циркулируют в закрытом состоянии, то есть то, что содержится внутри, не воздействует. Они эту презентацию делали как ноу-хау, которая позволяет излечивать заболевания, например, онкологию, то есть внутрь этого робота можно положить молекулу, например, очень токсичного лекарства, в кавычках, химиотерапевтического, которое убивает раковую клетку мгновенно. Вопрос в том, что они это представили таким образом, что это хорошее дело. да, на роботов потом подать сигналы необходимые, то есть эти роботы приклеятся к пораженном онкологии, к видоизмененным клеткам онкологическим, высвободят вот эти химиотерапевтические яды, и только эти клетки пораженные умрут, а все остальные останутся живые. Ну, понятное дело, что это так, это информация для дурачков. На самом деле все это использовали иначе, как мы с вами сейчас наблюдаем. Поэтому вот эта идея с освобождением сейчас вот этих частиц, которые как в писаниях списано, что люди будут покрываться язвами. А это тот самый марбург, о котором нам сейчас активно рассказывают. Они уже получили деньги на все это. На самом деле уже деньги получены на эту эпидемию, на марбург. у меня у подружки муж получил себе какие-то лямбли и там какой-то пояс. Он уже как бы ненавидит эти уколы. Она говорит, я тебе говорила, ты меня тащил туда, ну, получается так. Еще, что я хотела спросить, я нашла здесь в Турции и вермиктин есть. Для животных, ну, для животных, ладно, для людей есть и вермиктин. Можно его пропивать для профилактики или нельзя? Я вам скажу следующее. Для профилактики, может быть, и не нужно даже. Необходимо понимать следующее. Внимательно изучите производители этого и вермиктина. Что происходит сейчас? Смысл заключается в том, что самого и вермиктина в таких таблетках процентов 20, а 80 процентов каких-то других веществ, которые очевидно предназначены не для пользы к организму. Понимаете? Нужно быть очень внимательным. А на коротке пишут и вермиктин. Да-да-да, я так тоже поняла. Мелкий шрифт начинаешь считать, а там какого говна только нету вместо вермиктина. В дополнение, скажем так, к вермиктину. Поэтому нужно быть очень внимательным. Нужен чистый вермиктин. Да, это точно. Потому что так-то смотрю, думаю, может быть, купить, попробовать, думаю, ну, лучше раньше спросить, как бы, и потом уже... Изучите этот вопрос. Зайдите на сайт производителя. То есть прежде чем тестировать на себе iver6, вот этот производитель, тот, который есть, я протестировал вермиктин на себе. причем в дозах многократно превышающих необходимых. Ну, для того, чтобы понять, что этот препарат безопасен. Если мы что-то, если я что-то рекомендую, я стараюсь на себе это проверить, если, конечно, могу. Потому что у меня нет женских деталобных органов. Я не могу там некоторые вещи проверить. Я просто людям объясняю, что я знаю из тех уст, которым я действительно доверяю. Мне кто-то что-то здесь говорит, например, вот в Турции тут очень много всяких приправ продают, всяких бахарачи, вот таких. Вот. Я потом слышу вас через некоторое время, вы тоже говорите вот некоторые вещи. Я вам объясняю, что это правильно. Они не понимают, я перестала, как вы говорите, не надо людям много, один раз, два раза, три раза, все достаточно. Не понимает, не трогай его, пусть он идет своей дорогой. Все правильно. Каждому нужно своей дорогой пройти. Как вы говорите, своей дорогой пройти. Здравие тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.